МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет, приватизация и правила благоустройства. Главные вопросы первой послелетней каникул-сессии городского совета депутатов. Одни дорожные объекты на финальной стадии, другие в черном списке. Расскажем подробно, как преображаются Пирятинская, Аскизская, Проезд Северный и проспект Ленина и почему Чертегашева на карандаше у прокуратуры. Бескорыстие маленького сердца. Второклассница из Абакана Виталина Тихонова создает алмазные картины, а на вырученные от их продажи средства исполняет заказы наших ребят, что сейчас за ленточкой. Розбись гипсовой фигуры. Вы пробовали? Если нет, но желанием горите, приходите на Биеннале. Он впервые пройдет в республиканской столице. Чем еще удивят организаторы арт-пространства, смотрите сегодня в выпуске. В эфире телеканала Абакан 24, информационная программа сегодня, в ближайшие полчаса о главных событиях дня. В студии для вас работает Ольга Могучая. Здравствуйте. Бюджет, приватизация и правила благоустройства Горсовет Абакана провел первую в новополитическом сезоне сессию. Депутаты рассмотрели шесть вопросов, в том числе отчет об исполнении главного финансового документа столицы Хакасии за первое полугодие текущего года. Ключевыми темами в поездке первой осенней сессии Горсовета Абакана стали корректировка бюджета и приватизация муниципального имущества. В соответствии с федеральным законом четыре городских предприятия будут реорганизованы. Это аптека номер 56, РТА Бакан, стоматолог и абаканские электрические сети. То есть, по большому счету, в работе этих предприятий не будет принципиальных изменений. Эти предприятия как существовали, так и будут существовать. Не планируется никаких изменений по структуре предприятия, руководству. Также будут с руководителями заключаться трудовые договоры. Но в данном случае полномочия учредителя данных общества будет осуществлять комитет муниципальной экономики в силу полномочий, которые определены положением о комитете муниципальной экономики. Преобразование затрагивает муниципальные предприятия, которые работают в так называемой конкурентной среде, оказывают услуги или исполняют бюджетные заказы. Аптека, стоматолог и РТА Бакан станут обществами с ограниченной ответственностью. Весь уставной капитал останется в собственности администрации города. А электрические сети будут реорганизованы в акционерное общество. 100% акций муниципалитет сохраняет за собой. В повестку сентябрьской сессии вопрос внесен как срочный. Федеральный закон требует подобное преобразование в срок до 1 января 2025 года. Речь касается не только местного самоуправления и государственных предприятий, которые работают в конкурентной среде, должны поменять свою форму собственности или быть приватизированы. Либо это продажа предприятия, либо это смена формы собственности. То есть это такая процедура на всю страну. Касается буквально и регионов, и местного самоуправления. Так что рано или поздно эта столица Хакасии все равно пришлось бы сделать. В заключительный блок повестки сессии депутаты включили вопросы о корректировке расходов бюджета и об его исполнении за первое полугодие. Все они основательно и детально проработаны профильным комитетом. Да, плодотворно, активно проработали. Поэтому пока вопросов не вызывается, за полугодие посмотрим, какие будут там по третьему кварталу и, собственно, ближе уже к концу завершения. Будут ли какие-то для нас особенные моменты в исполнении бюджета. Пока все в порядке. Депутаты рассмотрели все изменения, которые произошли в течение двух летних месяцев, пока Гурсовет был на каникулах. И скорректировали доходы и расходы по факту их исполнения. Выравнивание дорожного полотна на перекрестке Стофата-Пирятинская, установка светофоров и обустройство дополнительных пандусов на проспекте Ленина. А также бордюрного камня на улице Чертегаши в республиканской столице продолжается капитальный ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня на городском штабе в департаменте градостроительства подрядчики отчитались о ходе выполненных работ, доложили и о сроках завершения. Капитальный ремонт на проспекте Ленина ведется в границах Хирыгина-Щетинкина. Здесь уже обновлено дорожное полотно, установлен новый бордюрный камень, водопоглощающие и дождеприемные колодцы, а также обустроены парковки. Сейчас главная задача дорожников – установка светофоров после дорожной знаки. Днем работы по устройству дополнительных пандусов пропустили во время мотажа бордюрного камня возле гостиницы, недалеко от Чтенкина. И восстановление на счет пандусов, пешеходных переходов будем заниматься. Ну, это все в рамках этой недели. Так, еще у нас работают по очистке дождеприемных колодцев, существующих, и одна, все одно. Планируем к субботе все очистить. Что касается пешеходного перехода, который располагался в районе городского центра культуры «Победа», он еще не доделан, новую разметку рабочие скоро нанесут. По словам градостроителей, все пешеходные переходы на Ленина, расположенные ближе к пересечению улиц, немного смещаются от радиусов поворота для обеспечения требований безопасности дорожного движения. Между тем, тяжелая техника не сбавляет обороты и на аскизкой. Здесь рабочие готовят дорожное полотно к укладке нижнего и верхнего слоев асфальта. Градостроители убедительно просят водителей быть бдительными, потому как доступные для движения полосы регулярно меняются. Автолюбителям необходимо следить за временными дорожными знаками. Одной полосой прошли асфальт, нижний слой положили, вторую полосу готовим. Как только нижний положится, этот участник перекроется и верхним слоем. И перейдем на другой, до перекрестка Стофата. Завершить все работы на Аскизской планируется к концу октября. Между тем, на Пирятинской капитальный ремонт близится к финалу. Подрядчик заверяет, улица будет откапиталена к началу октября. Накануне перекресток на Стофата-Пирятинской дорожники перекрыли. Здесь выравнивают дорожное полотно, выполняют отсыпку, а далее приступят к асфальтированию перекрестка и поднятию водопоглощающих колодцев. А на проезде Северное асфальтирование завершено. Сейчас рабочие укатывают новый асфальт на въездах во дворы, устанавливают металлические ограждения, остановки, монтируют новое освещение пешеходных переходов. Параллельно устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. На северном срок сдачи конец сентября. А вот улица Чертыгашева на сегодня объект проблемный. Более того, он на особом контроле у городской прокуратуры. Напомним, в начале лета подрядчик выполнил здесь замену грунта и подготовил земляное полотно. И работы встали. Вновь запустить их городской мэрии помогли надзорники. Сейчас подрядная организация устанавливает бордюрный камень, правит дорожное основание, к концу недели начнет укладывать первый слой асфальта. Новый срок сдачи 25 сентября. Однако полная готовность дороги к этому дню вызывает серьезные опасения. Поскольку по проекту на Чертыгашево должен быть выполнен масштабный ремонт. Это и асфальтирование, установка тротуаров, освещение, дорожных знаков и прочее. Добавим, в этот летний сезон капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется на пяти улицах города. Аскизская, Пирятинская, проезд Северный, Чертыгашево, Днепроспект Ленина. Надежда Савельева, Андрей Аралов, Новости. А в Баградском районе ремонт дороги закончили только после вмешательства прокуратуры. Подрядчик, что выполнял капремонт проезжей части по нацпроекту, бросил работу на полпути. Согласно контракту, он должен был привести в порядок и заасфальтировать отрезок протяженностью 4 км на трассе Ачинск-Ужур-Шира-Троицкая. Однако, в установленный срок работы не выполнил. Прокурор внес представление, и только тогда рабочие вернулись на объект и завершили ремонт. Дополнительный въезд на территорию Центрального рынка со стороны улиц Пушкина почти завершен. Работы по благоустройству этого отрезка начались месяц назад. Две недели понадобилось, чтобы перенести остановочный карман и опоры троллейбусной сети. Сейчас у рабочих последний штрих, они трудятся над воротами. Еще месяц назад въезд на территорию Абаканского рынка был только один, с улицы Чкалова. Теперь появится новая дополнительная парковка со стороны Пушкина. Это удобное решение как для покупателей, так и для предпринимателей. Чтобы обеспечить реализацию идеи, потребовалось участие специалистов и троллейбусного управления, и абаканского паркового хозяйства. Благоустройство нового въезда затронуло также и остановку общественного транспорта. Троллейбусные опоры переехали в новые уголки. Некоторые деревья пришлось обрезать, старые пни выкорчевать. А остановочный карман для общественного транспорта расширился на несколько метров. Сформирован сам проезд, установлены бордюры, установлены ограждения, которые обеспечивают безопасность движения пешеходов, а также уложен асфальт. Работники абаканского рынка приступили к монтажу дополнительных ограждений вдоль здания, а также к установке новых ворот. В перспективе мы планируем также расширить парковку ориентировочно до 100 парковочных мест, но на сегодняшний день будем наблюдать, каким образом будет происходить ее заполнение. Еще из числа новшеств дополнительный водопоглощающий колодец. Он установлен за остановкой. Для безопасности пешеходов оборудованы ограждения. Теперь въезд на абаканский рынок с улицы Пушкина располагается перед остановочным карманом. На новом отрезке тротуара дорожники нанесут разметку пешеходный переход и установят информирующие знаки. Анастасия Марьясова, Михаил Кудрявцев. Новости. К другим темам. Отремонтировано 10 трансформаторных подстанций. Все расположены на территории республиканской столицы. Более одного километра воздушных линий заменено в Красном Абакане, на Центральном рынке и Нижней Сокре. Все это объем работ, проделанный специалистами абаканских электрических сетей за минувшее лето. Подготовка к зиме продолжается. И сейчас Алина Яковлева расскажет, что сейчас под прицелом энергетиков. Зима – это всегда проверка на прочность. Для всей коммунальной системы города тепло- и водоснабжения, а также энергетики. Обильные снегопады, резкие перепады температуры, повышенная нагрузка на сети во время морозов. Чтобы войти в холодный сезон максимально готовым, специалисты абаканских электрических сетей ежегодно составляют программу капитальных ремонтов оборудования. В план капитального ремонта, как правило, включаются мероприятия, состоящие из капитального ремонта, также мероприятия из модернизации и реконструкции. В рамках данной программы завершены работы по капитальному ремонту трансформаторных подстанций, были восстановлены и приведены к первоначальным характеристикам как электрооборудования, так и строительные части. Проведен ремонт самих трансформаторов, соответственно, мы вынимали активную часть. Так, по всему городу заменены 10 трансформаторных подстанций. На пяти из них поменяли электрооборудование, а на остальных отремонтировали здания. Помимо этого, на некоторых участках города демонтировали старые воздушные линии. Например, в Красном Абакане рабочие поменяли старые провода наизолированные. Также на Нижней Согре на десятой линии протяженностью более одного километра установлено девять новых опор. Это не полный список того, что сделано муниципальным предприятием к осенне-зимнему сезону. Работа продолжается и сейчас. Мы завершаем нашу инвестиционную программу реализации. Мы в этом году сделали усилие на энергоузле бывшего СНТ Койбл. Мы в прошлом году и в этом году закончили проектную работу. Определен подрядчик. Соответственно, мы будем реконструировать линии 10 кВт, трансформаторные подстанции бывшего СНТ Койбл. Но планируем к концу октября всю инвест-программу 2024 года завершить на 100%. Специалисты отмечают, все эти мероприятия позволят жителям Абакана пережить осенний-зимний период без каких-либо трудностей и происшествий. Алина Яковлева, Михаил Кудрявцев. Новости. Вместо лечения смертный приговор. Девять членов ОПГ задержаны в Красноярском крае. По их вине скончались три человека. Подозреваемые незаконно оказывали платные медицинские услуги на дому. Они откапывали пациентов, страдающих от алкогольной наркотической зависимости. Черные санитары выводили из абстинентного синдрома сильнодействующими и психотропными препаратами без проведения диагностики и элементарных правил оказания медпомощи. Три жертвы псевдомедиков скончались. Фигуранты уколовного дела задержаны, изъяты лекарства и документация. Сейчас силовики устанавливают других участников организованной группы, а также пациентов, пострадавших от незаконного лечения. А жители Минусинского района пытались сбыть на территории Хакасии крупную партию синтетики. 26-летнего парня и 18-летнюю девушку задержали в районе Абаканского аэропорта. Как раз тот момент, когда они получали товар. При себе у дилеров обнаружили более 60 граммов N-метилэфедрона. Затем следователи нашли и два тайника, где уже были размещены несколько доз запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело. Наркодельцам грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает транспортная полиция в Сибири. Взрослые двое детей спаслись при пожаре в селе Баград. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в половине пятого утра. Горела веранда и дом. Люди спали и слишком поздно заметили пламя. До прибытия огнеборцев жильцы успели выбежать из объятого огнем здания. Предварительная причина нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Незаконно трудоустроила мигранта. За это ответит в суде. 46-летняя жительница Хакасии заключила с гражданином одной из среднеазиатских республик фиктивный трудовой договор, взяв за это деньги. Согласно условиям, мужчина должен был выполнять функции разнорабочего на территории одного из частных подворий села Чапаева. Но по факту иностранец там и не появлялся. Противоправная деятельность подозреваемой была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Хакасии. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Набрали кредитов на два с лишним миллиона и перевели все мошенникам. Саиногорские супруги стали жертвами аферистов. В несколько дней преступники их запугивали, якобы кто-то пытается завладеть деньгами пары. Чтобы предотвратить беду, нужно было строго следовать всем инструкциям, не сообщать в полицию и не общаться друг с другом. Пятидесятилетние саиногорцы боялись рассказать друг другу о том, что происходит, и молча выполняли указания, оформив несколько кредитов в банках и переведя все деньги незнакомцам. Когда следователи перестали отвечать на звонки, потерпевшие поняли, что их обманули. Далее реклама, после вернемся к новостям. Реклама Голден Плаза Идеальное место для вашего праздника. Современный дизайн, стильный интерьер и уникальная атмосфера создадут незабываемое впечатление для вас и ваших гостей. Сделайте ваше торжество незабываемым вместе с нами. Город Абакан. Парк отдыха «Самохвал». 323-284. Продажа объекта недвижимости ОАО «РЖД». Двухкомнатная квартира 51,5 квадратных метра. Аскийский район, рабочий поселок Бескомжа. Улица Ешмекова, дом 22. 8-913-185-77-05. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. Реклама Единственный в Хакасии и на юге Красноярского края цех по производству семечек находится в Абакане. Какой долгий путь проходят семена подсолнечника? Привезенные с полей до пакета с семечками. Об этом сегодня рассказали представителям администрации города. Это очередная встреча с теми, кто успешно развивает бизнес в республиканской столице и гордится продукцией с брендом «Сделано в Абакане». Соответственно, здесь она уже идет в зажарку. В печи стоят газовые. Соответственно, семечка жарится без масла. Перед тем, как оказаться в ярком, красивом пакетике на полке магазина, семечки действительно проходят долгий путь. До полугода уточняют управляющий этим производством Дмитрий Митрухин. Для него семечки – дело семейное. Порядка двух десятилетий назад этот бизнес начинали его родители. Тогда не было столько этапов очистки. Разделение семян подсолнечника на крупные и мелкие. Не было столько разных вкусов. Сейчас объемы производства до тысячи тонн в год. А в сутки в этих нескольких цехах производят 5-6 тонн готовой продукции, которая отправляется далеко за пределы нашего региона. И за качество здесь отвечают. До готовой продукции. То есть, если смотреть, у нас на заводе – это первичная переработка, грязный цех, где мы с вами были. Потом идет калибровка, очищение ее от мелкого мусора, мойка, сушка, жарка, фасовка. Соответственно, получается в районе шести. Одно из тех производств, визитку, да, я очень сильно ждала. Потому что, ну, знаете, это вот с детства, наверное, остался вот в голове вкус жареных семечек. И то, что у нас на территории города Авакана есть свои семечки, да, производство семечек вот такой удачной маркой, да, это вот, мне кажется, очень хорошо, интересно и уникально. Более того, вот этот вот процесс производства, промышленного производства, честно говоря, я такого не ожидала от визита. Высокотехнологичный подход, несколько стадий обработки продукта, да, то есть сырья, продукта, контроль того, чтобы ничего лишнего в упаковку семечками не попало. Ну, честно, я очень приятно удивлена и поражена. Ассортимент готовой продукции довольно внушительный, до 30 разных видов семечек. Очищают, расфасовывают, наполняют разными вкусами в этом цехе. С недавнего времени начали работать с арахисом и к дровым орехам. На прошедшей в июне выставке «Сделано в Абакане» у горожан и гостей города была возможность познакомиться с новой продукцией. Более подробно об этом удачном семейном бизнесе расскажем в программе «Сделано в Абакане» 18 сентября. Правила получения мат-капитала утверждены в России. Речь об остатках суммы, которые можно перечислить на счет. Единовременную выплату отправят семье, если после распоряжения сертификатом осталось до 10 тысяч рублей из общей суммы капитала. Как пояснили в социальном фонде, для этого нужно подать заявление на портале госуслуг через МФЦ, либо в клиентской службе соцфонда. В течение двух недель заявку рассмотрят, а перечисление денег займет 5 дней. Отметим, доход и наличие имущества на получение выплаты не влияют, средства можно потратить на свое усмотрение. Картины своими руками для помощи нашим солдатам создает второклассница из Абакана Виталина Тихонова. Девочка увлекается алмазной мозаикой, материалы заказывает с мамой в интернете, собирает магниты, брелоки, амулеты. Среди покупателей одноклассники, родственники и даже обычные прохожие. Все вырученные средства девочка тратит на покупку вещей для бойцов специальной военной операции. Она формирует посылки вместе с родителями и братом. Восьмилетняя Абаканка уже собрала больше 10 тысяч рублей. На часть этих денег куплено два набора инструментов, что просили ребята из Ремроты. Сегодня в гостях у Виталины побывали наши корреспонденты. Дарья Казак расскажет о бескорыстности, маленького сердца и чистосердечной помощи дружной семье. Виталина – обычная девочка. Учится во втором классе четвертой Абаканской школы. Однажды, говорит ее мама, дочка огорошила ее заявлением. «Хочу работать и помогать нашим солдатам». Виталина увлекается алмазной мозаикой. Это хобби разделяет ее мама Вероника. Вместе заказали на сайте в интернете все необходимое для творчества и началось. Брелоки, магнитики на холодильник в копилке юной мастерицы есть даже настоящая картина. Придумала вот такую вот идею. Кто у тебя покупает эти брелки? Сколько у тебя времени уходит на их создание? Примерно полчаса, а вот на такое почти три часа. Я вдохновляюсь. Становишься счастливее? Да. А вот смотри... Гимн России в этот момент поешь. Да. Гимн России поешь? У нас ленточка и из родных нет никого. У нас есть знакомые, у нас есть друзья. Моего сына вдохновила история двух друзей, но она очень-очень грустная. Мы вообще сами в Сорске. У нас есть там знакомый. Он сейчас опять в зоне СВО находится. У него было два друга с одним позывным. Сын у меня узнал эту историю, как один друг потерял на глазах другого друга. Увлечение дочки поддержала вся семья. Старший брат Мирослав тоже помогает нашим бойцам. Пока отец на вахте собирает коробку с вещами для солдат. Носки, газовые баллоны, сладости. Мама Вероника регулярно привозят в отделение регионального народного фронта посылки с предметами личной гигиены и медикаментами. Семья Тихоновых объединила усилия на благое дело. Обратная связь от солдат прилетает в виде привета в соцсетях и личных сообщениях. Сначала покупателям картинок Виталины становились родственники и одноклассники. А недавно девочка осмелилась и вышла на проспект Ленина в Абакане и решила показать всем свое творчество. Признается, столкнулась с негативом от прохожих подростков. Но все равно не пошла домой, а заработала свои первые деньги. Их девочка вместе с мамой потратила на покупки для защитников Донбасса. Конкретно глобально посылками мы занялись с лета. То есть уже это уже будет вторая или третья наша посылка. Вторая. Третья. Мы вот недавно увезли с сыном. Он отвезил в Народный фронт. Видеообращение записал боец с позывным Гадун. Он напрямую обратился к моим детям. Он сказал, что они большие молодцы. Что было неожиданно, что такие маленькие, а уже участвовать в таком большом деле. Телеканал Абакан 24 тоже хочет поддержать Виталину, ее семью. В таких благих начинаниях мы приобрели сегодня вот такую замечательную картину. Кстати, на ней... Виталина, сколько ты работала? Месяц. Целый месяц ушел. Большое тебе спасибо за твое творчество. А что бы ты хотела сказать нашим бойцам, которые сейчас защищают нашу родину, защищают мир на Донбассе? Пусть они будут живыми и поскорее приедут домой. Сейчас Виталина поставила для себя цель, желает подарить ребятам на передовой генератор, в котором бойцы нуждаются. Их заявку она увидела в одной из групп а потому ежедневно пополняет коллекцию готовых изделий, чтобы выставить их на продажу. Мама уже закупила материалы, девочка хочет расширить ассортимент и делать сувениры для мальчиков. После школы она не только учит уроки и корпит над подделками из мозаики, успевает и разучивать музыкальные произведения. Виталина, ученица школы имени Кенеля по классу фортепьяно. Девочка уверена добрых людей больше, а значит вклад каждого приумножит общее благое дело. Часть мозаичных работ открытой и бескорыстной девчушки разместит у себя в офисе Народный фронт, чтобы каждый желающий смог их приобрести и тем самым пополнит копилку сбора юной Виталины. А значит приблизит момент осуществления такой честной и благородной детской мечты. Дарья Казак, Андрей Аралов, новости. Продолжаем выпуск. Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, что на Первомайской площади может быть включен список объектов культурно-исторического наследия. Восьмиметровый бронзовый монумент уже прошел оценку специалистов госохранинспекции. На очереди экспертиза и оценка его исторической ценности. В конце 50-х прошлого столетия у здания обкома, а именно так как тогда величали сегодняшний серый дом, был фонтан. Спустя 11 лет, 16 апреля 1970 года, к столетию рождения революционера Ульянова Ленина в Абакане установили памятник, а вернее вождя мирового пролетариата посадили лицом к главному тогда зданию Хакасской автономной области. Скульптор Юрий Помер и архитектор Николай Ковальчук увековечили основателя социал-демократической рабочей партии в Бронзе. Творческий тандем воплотил его образ в раздумьях о революционных путях развития России, когда тот находился в сибирской ссылке. Отливали бронзового Ильича в Ленинграде на заводе монумент скульптура имени Манезера. Постамент под памятником из гранита его добывали в Хакасии в окрестностях Большого Оно Таштыбского района. Общая высота всей композиции 8 метров. Только сама фигура товарища Ленина 6-метровая. Под стать вождю и размах площади 14 квадратов. Памятнику уже больше полувека и лишь сейчас он стал претендентом в перечне объектов культурного наследия. С таким официально составленным заявлением к сотрудникам госохранинспекции Хакасии обратился один из жителей региональной столицы. Мы как государственный орган к обращению к гражданам относимся очень трепетно. Мы каждый раз напоминаем, что каждый может заботиться о сохранении своего культурного наследия. То есть любой житель города и в целом Хакасии может обратиться к нам с заявлением с просьбой о включении того или иного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. Естественно, он должен быть связан с историей, с культурой, возможно, также с деятелями, как в данном случае. Процедура экспертизы специалистами Республиканской госохранинспекции уже завершена. Каждая деталь композиции описана и зафиксирована документально. Все данные обработаны строго в соответствии с требованиями. Впереди у памятника главного революционера и сибирского ссыльного историческая экспертиза. И лишь после нее этап оценки региональной, местной или федеральной ценности монумента. Итоговое заключение возможно и даст основание внести Ленина, восседающего на Первомайской площади Абакана, в список объектов культурного наследия. Биеннале фестиваль изобразительного искусства впервые пройдет в Абакане. Шесть творческих площадок раскинутся у городской картинной галереи. Гости культурного события смогут попробовать себя в различных мастер-классах и даже в росписи по гипсовым фигурам и арт-объектам. Что еще ждет необычного у арт-пространства расскажет Алина Яковлева. Биеннале безграничного творчества, фантазии и красок. Возможность создать свое собственное произведение искусства. 28 сентября в Абаканской картинной галереи готовятся провести грандиозные арт-события. Шесть площадок, каждая посвящена определенной тематике. А для самых смелых будет возможность разрисовать одну из малых архитектурных форм города – багеты. У нас на каждой лавочке будет располагаться определенная номинация, площадка, направление, как угодно это можно назвать. Это будет живопись, это будет граффити, также багеты будут представлены у нас, у нас один остался свободный, это будет и оформительское искусство, также будут у нас гипсовые фигуры раскрашивать, ну такое разнообразное творчество в более современном таком формате. Мероприятие организовано благодаря субсидии из муниципального бюджета. Всю необходимую краску, оборудование, художественные принадлежности творцам предоставят организаторы. Мы приглашаем всех молодых людей поучаствовать с положениями, можно ознакомиться у нас на странице посмотреть на все это действие, потому что жители города смогут принять непосредственно участие в создании картины, то есть художник запечатлит какой-то момент фестиваля, будет его рисовать и в это же время потом можно будет дополнить под четким его надзором какие-то моменты. Регистрация будет происходить по заявкам, то есть подача заявки, мы будем созваниваться с участником, в каком именно направлении он себя видит и что готов изобразить, показать. Биеннале осторожно покрашено пройдет на площади Абаканской картины галереи в следующую субботу 28 сентября в 14 часов. Для тех, кто боится холодной осенней погоды, организаторы подготовят горячий чай, танцы и музыку. Алина Яковлева, Михаил Кудрявцев Новости На этом все. Еще больше новостей на сайте Абакан24 в наших социальных сетях и в Телеграм. А еще прямые эфиры нашего канала вы можете смотреть ВКонтакте, Одноклассниках, платформе Lime AGTV, а также на видеохостинге Рутуб. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире. ВКонтакте,